Всем привет! Вы находитесь на канале Дмитрий Шеф, канал о финансах, инвестициях и фондовом рынке. В этом очередном ежедневном выпуске посмотрим с вами итоги торгов на нашем российском рынке, посмотрим основные инструменты и обсудим, что стоит ожидать в ближайшее время на текущей неделе. Как обычно, смотрите это видео до конца не перематывая, вам все станет предельно понятно. Ну а чтобы не пропускать новые выпуски, обязательно подписывайтесь на этот канал, ведь на этом канале одна из лучших аналитик на всем просторе интернета. Ну а перед началом выпуска хочу напомнить, что сейчас по-прежнему продолжается акция у Ренессанс Кредит по кредитной карте Разумная, в соответствии с которой, заказав данную карту по ссылочке в описании под видео, вы получите кэшбэк 3000 рублей. Абсолютно бесплатное обслуживание по данной карте, доставка карты сотрудникам банка к вам также абсолютно бесплатна. После получения тратите 3000 рублей на ваши привычные покупки в магазине по данной карте и вам возвращается с этой траты кэшбэк 3000 рублей рублями на карту, соответственно компенсируя вам 100% данной покупки. Акция по времени ограничена, но пока она еще продолжается, поэтому чтобы успеть, проходите по ссылочке и заказывайте. По индексу Московской биржи мы сегодня видели опять попытку отката с той зоны, о которой мы в предыдущем видео с вами разговаривали в достаточно большом видео. И мы видим, что с этой зоны пытается отливаться индекс Московской биржи, но его все время кто-то выкупает. Если мы смотрим с технической точки зрения, то есть у нас есть техническая точка зрения и есть фундаментальная. С фундаментальной точки зрения каких-то сейчас таких негативных факторов для того, чтобы наш рынок сливали нет. Ну а с фундаментальной точки зрения, с технической точки зрения мы по идее должны пойти на коррекцию. И вот развиться этой коррекции никак не могут дать. То есть все попытки отлива постоянно выкупают. Я уже говорил, что цель коррекции здесь это уровень 2650-2700. Вот в эту зону хотелось бы скорректироваться для того, чтобы пойти уже выше на уровень 3000. Сейчас у нас в принципе еще продолжается дивидендный сезон, но как правило он уже ограничивается некоторыми бумагами крупными. Да, у нас осталась Роснефть в ближайшее время. Ну и Транснефть. По Транснефть где-то в июле, я думаю, будет ГОСА. Ну пока информации по ГОСА нет. Да, дивидендная доходность по Транснефть, конечно, достаточно неплохая. Поэтому, так как данная бумага останется более-менее перспективной в плане дивидендной доходности, мы видим, что постепенно исчезают вот эти идеи по дивидендным ралли. Соответственно, возможно, будет пристальное внимание к этой бумаге уже в ближайшее время. Пока что мы видим некое затишье. Что сегодня было с изделок? В закрытом телеграм-канале мы покупали магнит на поддержке. Я об этом писал. Я покупал на 4833. Ну и, соответственно, закрыл позицию с плюсом 1,6% на отскоке. Спекулятивно. Также подписчики закрытого телеграм-канала на этом достаточно неплохо заработали. Ну и сегодня также был пойман Лукойл на поддержке 5104. Ну и, соответственно, мы видим, что сейчас он достаточно неплохо уже от этой зоны отпрыгивает. И практически процент также с Лукойла был забран. То есть, в соответствии, больше 2,5% было сегодня по сделкам забрано. Из среднесрочных позиций у меня есть некоторые небольшие, правда, позиции, которые прописаны также в закрытом телеграм-канале в шапке, которые я пока держу. Ну да, пока что покупать по широкому рынку я не буду. И как бы этого не советую делать на таких отметках. А вот после коррекции, я думаю, что будет уже более-менее понятно, что и когда покупать. На текущих отметках, когда есть риск этой коррекции, мы сегодня видели также, сегодня видели некий провал, да, по многим бумагам вследствие некоторых новостных линеек, да, касательно геополитики, которая по-прежнему сопровождает наш рынок. Поэтому здесь нужно быть предельно осторожными. Ну и, соответственно, давление на рынок также оказывают котировки нефти, которые в моменте также продолжают оставаться под давлением. Мы по-прежнему сейчас находимся в некой проторговке, да, 75-80 в рамках которой нефть ходит. Ну, еще здесь у нас есть нижняя граница данного канала нисходящего, к которой мы можем, в принципе, сходить, да. После этого я жду нефть в районе, как и говорил, 83-84 долларов за один баррель. И если мы посмотрим, опять же, на валютный рынок, на валютную пару рубль-доллар, то как раз-таки мы видим корреляцию доллара и нефти. Если у нас нефть начинает нефть сливать, соответственно, у нас валюта начинает реагировать на это и доллар подрастает, то есть идет девальвация рубля. По валюте мы по-прежнему пока находимся в диапазоне 80-85. Но если, допустим, по нефти будет все-таки пробой вниз, да, и уход ниже, там, скажем, 72, то мы увидим пробой уровня 85 и уход на уровень 90. Покупать здесь доллар, конечно же, я бы не советовал на таких отметках. Тот уровень, тот диапазон, который был обозначен ранее, да, белоусом в рамках 80-85 долларов, но, как я уже говорил, здесь просто-напросто, наверное, хотят так, чтобы народ и толпа привыкла к этому уровню. Вот, это касательно валюты. Тем более у нас сейчас идет налоговый период. НПМ-платин ДПИ по 27 число и как раз-таки пик налогового периода будет 25 по 24 по 27, да, в который будут как раз-таки и более-менее большие объемы на продажу валюты. Скорее всего, вот этот фактор, он сдержит от пробоя уровня 85 вверх. В любом случае, когда мы видим, когда валюта у нас находится на таких высоких уровнях и нефть пытается отливаться, то, конечно же, здесь риск есть девальвации рубля, если все-таки нефть отправят ниже уровня 72. И тогда мы увидим, конечно, скачок по валюте на уровень 90. Пока что все в рамках проторговки. Уровень 75 даже мы пробить пока не можем. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что доллар у нас пойдет выше 85 рублей за 1 доллар. В целом у нас, как один из основных триггеров нашего российского рынка и на самосковской бирже по-прежнему остается Сбербанк. По Сбербанку здесь вырисовываются некоторые две формации, которые я в телеграм-канале своим описывал. То есть здесь две формации технические, цель у которых уровень 225-220. Вот эта зона. Ну, это с технической точки зрения, да, возможный, так скажем, диапазон, куда бы хотелось, чтобы пришел Сбербанк, если разойдется коррекция. Сейчас у нас уровень 240 поддержки. И мы видим, что от него опять пытаются откупать данную бумагу. С технической точки зрения, да, действительно, хотелось бы, чтобы Сбербанк откорректировался. Но, опять же, с фундаментальной точки зрения здесь никаких к этому расположений нет. Сейчас просто как раз-таки ввиду общего фона, да, ввиду некого затишия, мы видим, что котировка Сбербанка находится в стадии слабости, да. Их особо не выкупают, потому что, в принципе, сейчас идей для покупки нет, да. Дивидендный сезон следующий аж будет в 2024 году, вот. И было, конечно, бы хорошо, если бы Сбербанк скорректировался к этим отметкам, да, 220-225. Здесь можно было, в принципе, уже начинать покупать его на следующий дивидендный сезон. Либо это делать уже осенью, да, когда будет уже меньше времени оставаться для формирования, так скажем, портфеля на следующий дивидендный сезон, на 2024 год. Вот. Вчера взбодрились у нас котировки Северстали, вот, ну, в принципе, металлургия, да, как сектор, который имеет в ближайшее время достаточно неплохие перспективы, как сектор, отстающий от общего фона, да, и потенциал роста, по которому также впереди есть. Вот Северсталь, я бы отметил, уровень 1400. По Северстале была новость о том, что отмечается, что во втором квартале будут достаточно сильные результаты. И мы видим, что вот металлургия, как правило, боясь вот этих санкций, да, Запада, США, да, не показывает отчетность, не раскрывает отчетность. Но вполне вероятно, что в ближайшее время, уже летом, они это начнут делать. И, конечно же, после того, как они покажут эту отчетность, то и выяснится, что там достаточно неплохие цифры, то, конечно же, металлурги сразу же приобретут поддержку в лице инвесторов, да. И, конечно же, речь уже заходит о том, что невыплата дивидендов, она, в принципе, не может долго продолжаться, да. И тем самым намекает, что, в принципе, отчетность-то, наверное, скорее всего, неплохая. И в скором будущем, возможно, будут выплачиваться дивиденды. Поэтому то же самое Северсталь, то же самое ММК, да, который покупался в закрытом телеграм-канале, я писал, да, еще на уровне 40.8, у нас уровни были 42.5, 45, да, которые отработались. Я, правда, сделку рано закрыл, вот, забрал свою прибыль около 4.5%, вот, но многие додержали до 45. В принципе, по ММК также здесь достаточно неплохие перспективы есть, вплоть до уровня 55-57. На перспективу, да, когда отчетность начнут раскрывать и показывают достаточно неплохую отчетность, соответственно, эти бумаги, этот сектор к себе будет более пристальное внимание привлекать от инвесторов, тем самым котировки этих бумаг взбодрятся. Но хотелось бы, конечно, сейчас какую-то ощутимую коррекцию увидеть для того, чтобы снова докупить некоторые бумаги. Также была сегодня новость, об этом я писал в бесплатном телеграм-канале, подписаться на который можно по ссылочке в описании, и нужно подписаться на который, да, здесь все важные новости. Я размещаю, вот, поэтому, что здесь мы можем выделить. Вот, по Новотеку была интересная новость, которая отправила его в достаточно неплохую коррекцию, да, от уровня 1400. А именно, ебеда Новотека в 2023 году упадет на 25% к 2022 году. Прибыль на 30%, добыча углеводородов может вырасти на 1-2%. Но все мы с вами прекрасно помним, да, что 2022 год для Новотека достаточно был неплохой. Мы все с вами помним, что выручка у Новотека в 2022 году показалась на 50% выше, да, чем за аналогичный период. Ведь сейчас, если мы сравним вообще газовый сектор, то, конечно же, Новотек выигрывает тем, что он поставляет газ не трубопроводам, а СПГ. Если сравнивать, опять же, с Газпромом, да, то здесь более уже востребованный сейчас газ именно СПГ газ, да, против, опять же, трубопроводного, как у Газпрома. Поэтому, в принципе, если мы сравним вот эти две компании, Новотек и Газпром, конечно, Новотек в этом плане достаточно неплохо выигрывает и показатели у него достаточно неплохие. Ну, а также Михальсон, да, отмечает, что инвестиции в Арктик СПГ-2 превысят 22 миллиарда долларов. То есть, инвестиционная программа у Новотека тоже достаточно немалая и требует достаточно немалых затрат. Также неплохо себя чувствует компания Самолет, да, один из таких передовых застройщиков, да, которые сейчас достаточно неплохие показатели показывают. И та новость о байбеке, да, самолета своих акций также является позитивным моментом. То есть, у нас вот этот гэп, который образовался, он как раз-таки и был на новости о байбеке. А здесь потенциал у нас роста, как мы с вами видим, уровень 3500, в принципе, еще есть, да. Ну, а как максимум здесь уровень, я бы отметил 4500, куда максимум могут вырасти котировки среднесрочной перспективы. Золото у нас по-прежнему находится в рамках проторговки 1950-2000, да. Ну, и больше, как мы видим с вами по графику, здесь вероятность поджатия к нижней его границе. Спрос на золото ввиду того, что сейчас идет, так скажем, массовая покупка рисковых активов, да, тех же самых акций мы видим на американском рынке. И любые просадки, по которому пытаются откупать, да, ввиду, опять же, той риторики от ФРС касательно смягчения денежно-кредитной политики. Конечно, это воодушевило игроков на американском рынке. Мы видим, что малейшие просадки здесь также пытаются откупать. И, соответственно, как я уже сказал, переход идет в рисковые активы, активно покупают акции, соответственно, вот эти защитные активы, они сейчас остаются уже, становятся более-менее актуальными, да. Вот, на этом фоне мы также видим, видим некоторую статистику по американскому рынку о том, что шортисты фондового рынка США понесли 120 миллиардов долларов убытка с начала этого года. Объем шортов по акциям США превысил 1 триллион, это максимум с апреля 2022 года. Медведи получили 120 миллиардов долларов убытка с начала этого года. Но все, в принципе, как и у нас, да, когда наш рынок после каждого отката начинает шортить, всех этих шортистов выносят вверх ногами. Ну и, соответственно, мы видим и по американскому рынку то же самое. Любители по шортить, да, в итоге всех вынесли просто вверх, отвезив их на маржин колы. Рынок американский, также российский, по-прежнему остается бычей, несмотря на то, что ему бы также отправиться бы в коррекцию, да. И что мы можем сказать, да, сейчас по нашему рынку, если подытожив, то, конечно же, сейчас покупать широким фронтом не стоит акции. И вообще я бы сокращал свои позиции. Я уже об этом говорил, да, что на этом уровне я бы сокращал свои позиции. Да, у нас есть цель 3000 по индексу МВБ даже 3085, да. Но, опять же, мы видим, что безоткат нарасти, но индекс просто так не может. То есть у нас, в принципе, если мы посмотрим между откатами, да, примерно такое же расстояние, да, как у нас сейчас от последнего отката. То есть фактически с этой зоны, зоны 2800-2850, по идее, должна бы произвестись коррекция, да, до уровня 2700, да, хотя бы. Вот, после которой мы бы пошли уже на уровень 3050, да. Хотя драйвера сейчас для такого роста, как бы, у нас не остается. У нас ликвидность, она уже ограничена в рамках поступления от дивидендов. Хотя вот от Лукойла достаточно неплохие дивиденды были, да, в общей своей массе. Я не думаю, что какая-то большая часть из них уже реинвестирована в рынок акций. Мы видим, что после выплат, да, реинвестировано было небольшой объем дивидендов в акции. И, скорее всего, с технической точки зрения, как раз таки инвесторы сейчас не хотят на таких уровнях покупать. А уже вот после коррекции, когда акции стали бы более-менее привлекательными, да, после таких ралли. И, в целом, у нас сейчас летний период, да, когда обычно дивидендный сезон заканчивается. И май, и июнь, да, ну и первая половина июля. Ну, а до сентября, в принципе, и большие игроки отдыхают, да. Ну, и, соответственно, волатильность падает. Скорее всего, у нас в этот период, там, июль-август, рынок перейдет в некую боковую формацию, да, в режиме ожидания. Ну, а уже осень, я думаю, начнет уже взбадриваться, так как будут формироваться уже и предновогодние ралли, и дивидендные ралли на 2024 год. То есть, там уже будут присмазываться бумаги для того, чтобы отыгрывать дивидендные истории на 2024 год, уже весной. Также не забываем, что у нас сейчас по-прежнему присутствует геополитика, которая, тем более, да, в совокупности с технической картиной, может в любой момент отправить наш рынок просто-напросто в коррекцию. Поэтому обязательно соблюдайте риски и не заходите в бумаги на хаях, ведь многие бумаги сейчас достаточно неплохо выросли, и зайдя в эти бумаги, вы просто-напросто будете ехать на них вниз, собирая вот эту всю коррекцию и обозревать, так скажем, в вашем портфеле вот этот большой минус. Ребят, вот такой вот небольшой обзор на рынок, в принципе, в последнем моем видео, да, если вы посмотрите на моем канале, последнее видео посмотрите, там, в принципе, я все более подробно также рассказывал, и все идет по тому же сценарию. Все важные ссылочки на мои сетсети, они находятся под видеоописание, первая ссылка это подписка Telegram-бот на платный Telegram-канал, где я выкладываю свою аналитику в режиме онлайн, сделки, да, какие-то торговые идеи, на которые подписчики достаточно неплохо зарабатывают. Ну и для тех, кто только начинает инвестировать и хотел бы поучиться, да, то было бы полезно просто подписаться хотя бы на месяц и почитать, что там происходит, да, мою аналитику и чтобы хотя бы понимать, да, как торговать, где покупать, где продавать, безопаснее, да, тем самым выработать хоть хотя бы какую-то, скажем, техническую подоплеку, а не залазить сразу в рынок и не терять на этом деньги. Поэтому, кто желает, ссылочка здесь находится, первая, да, там есть подписка на месяц, на полгода и на год, цены абсолютно доступны каждому, на месяц может каждый попробовать, нужно ему это или нет. Но хочу отметить, что многие, кто подписывался на месяц, продляют подписку на полгода и на год, соответственно, та информация, которая дается, по всей видимости, подписчикам полезная и дает на этом зарабатывать. Вторая ссылка, это подписка на, ссылка на карту Разумная с кэшбэком 3000 и третья ссылка, это подписка на бесплатный телеграм-канал, где выходят все важные новости и вся важная информация. Ребят, вот такой вот обзор, проходите, подписывайтесь, ну а с вами был Дмитрий Шеф, всем удачных торгов, всем пока-пока.